Здравствуйте, мои хорошие! Перед вами ознакомительный фрагмент аудиокниги, ссылка на полную аудиокнигу в описании под видео. Перейдя по ссылке, вы сможете скачать книгу, прослушать ее онлайн или получить книгу в текстовом виде, например, в FB2 формате. Приятного вам прослушивания! Издательство Эксмо. Дневник Стива. Книга седьмая. Стив, колдунья и наковальни. Вторник. А-а-а! Это хуже, чем НЛО! Да, это моя первая реакция на новый мир Майнкрафта, в котором я оказался. Я провел тут только пять секунд и уже хотел убраться подальше. Уверен, вы бы тоже этого захотели, если б вас напугали до полусмерти. Начну сначала. Несколько секунд назад я открыл книгу «Майнкрафт. Непонятное и колдовское» в библиотеке дома НЛО. Я ожидал, что новый мир окажется непонятным и даже страшным, но я не ожидал, что окажусь посреди темного страшного леса перед гигантским зомби. Я не мог поверить своим глазам. Этот монстр реально был выше деревьев. Тут же сработал мой инстинкт выживания, и я спрятался за ближайшим деревом. Я подождал примерно пять секунд и мысленно проверил признаки атаки гигантского монстра. Первое. Громоподобные шаги приближаются ко мне? Нет. Второе. Колоссальные ноги растаптывают меня в лепешку? Нет. Третье. Огромные руки поднимают меня с земли? Нет. Начав дышать относительно нормально, я медленно выглянул из-за дерева. Да, гигантский зомби все еще стоял на месте, но не атаковал меня. Теперь я почувствовал себя довольно глупо. Понимаете, с тех пор, как меня засосало в Майнкрафт, я путешествую из мира в мир, открывая книги. Они летают над столами в библиотеках. И уже несколько раз, попав в новый мир, я видел гигантских животных — собаку, кота и кролика. ... ... Ирик azt IP